Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор Запаса Службы Безопасности Украины, заместитель председателя Службы Безопасности Украины с 2014 по 2015 годы, директор агентства реформирования сектора безопасности с нами на связи. Виктор Николаевич, приветствуем вас в нашем эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы нас слышите, Виктор Николаевич? Мы не слышим. Я вас слышу. Да, 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 все отлично. Ну вот действительно хотелось бы начать с массированных ударов по югу Украины. Минобороны Российской Федерации традиционно называют их ударами возмездия. И действительно достается, в частности, очень серьезно Одессе, портовой инфраструктуре. Москва фактически уже объявила и о морской блокаде Украины. Я все-таки пытаюсь понять, вот в чем заключается в данном контексте российская тактика. Вот эти массированные удары по Одессе вы уничтожаете, я не к вам, да, вот уничтожает российская армия портовую инфраструктуру. Я понимаю, зачем, да, для того, чтобы просто ее уничтожить. Тут абсолютно вот ответ лежит на поверхности. Но все же вот такое уничтожение вот на протяжении нескольких ночей. Как вы считаете, вот к чему приводит такая военная тактика со стороны армии Российской Федерации? К чему это может привести? Смотрите, я вам скажу очень простую вещь. Российская Федерация, понимая, что она должна будет уйти с территории Украины, приняла тактику уничтожения всего экономического потенциала, куда она может дотянуться. Она уничтожила фактически земледелие на юге Украины, Запорожская и Херсонская область. Фактически она, понимая, что возможно уйдет с Крыма, она уничтожила и доступ воды в Крым. Она уничтожила Каховскую ГРС, это одна из ключевых станций вот этой системы гидротехнических служений Украины. Она привела к фактической остановке, и я не знаю, сколько еще надо будет времени для того, чтобы восстановить Запорожскую атомную, если мы ее возьмем в таком состоянии, в котором она сейчас находится. Они уничтожают систематически все, до чего дотянутся. Сейчас они приняли решение, учитывая, что они не могут захватить порты черноморские и украинские, они их просто уничтожают. Что Николаевский порт, что Очаковский, что Одесский, что другие порта. Я так подозреваю, что они заминировали, если будут отступать, они уничтожат и Бердянский порт, и Бариупольский. То есть это обыкновенный геноцид, теперь уже не население, а наши экономики. Они пытаются посадить Украину на такую глубокую иглу проблемы. То есть сделать таким образом, что мы вроде как бы никому не будем нужны, ни Евросоюзу, ни НАТО, потому что это проблемная страна, которую надо восстанавливать, которую надо вытяивать из экономической ямы. Ну то есть, я так понимаю, Виктор Николаевич, давайте говорить реалии, а мы здесь как раз в прямом эфире это всегда и делаем, мы опираемся на аргументированную, проверенную информацию. То есть, в принципе, в ближайшее время мы вполне можем ожидать, что армия Российской Федерации, а в особенности исходя из ситуации, я опять же повторюсь, и сейчас такой небольшой будет момент, все-таки Бахмутское направление, там определенные события как раз происходят. То есть, все дальше, все-таки со стороны армии Российской Федерации будут вот такие вот удары, которые действительно будут не просто нацелены на определенные виды инфраструктуры, они будут конкретно нацелены на то, чтобы уничтожить эти объекты инфраструктуры. Насколько я понимаю из того, что мы сейчас с вами обсуждаем? Совершенно верно. Я, например, не исключаю, что они будут подрывать шахты, куда будут уходить. Я не исключаю, что они попытаются затопить те же самые соляные шахты Солидара и Бахмута. То есть, все, что можно уничтожить и что будет необходимо восстанавливать очень большими деньгами, они это все будут уничтожать. Потому что вот это такая система. Они куда, что они не могут захватить, они будут уничтожать, чтобы не осталось, не досталось другим. Вот и все. Очень просто. А могут ли они в акватории Черного и Азовского моря устроить, скажем так, в морской бой, подключить полномасштабно флот к тому, что сейчас происходит? Они совершили очень огромную ошибку. В международной практике есть несколько моментов, которые, знаете, лежат на поверхности, за которые мир борется до последнего. Это то, что касается свободы слова, то, что касается безопасности детей, то, что касается свободы мореплавания. И еще нескольких таких параметров. В России и в Советском Союзе, и в России этому вообще никогда не придавали никакого значения. А в мире это огромное имеет значение, что корабль под любым флагом имеет право в международных водах пройти там, где ему надо. И никто его не может зацепить. Если какая-то страна начинает заниматься фактически пиратством в международных водах, ее моментально включает черный список. Это то же самое касается и вопроса по детям, на которые мы сейчас акцентируем внимание в мире, и мир нас понимает с полуслова. Свобода слова. Дети. Свободное мореплавание. Ну, еще сейчас как бы воздухоплавание. Вы только вспомните, как резко мир и Европа отреагировали на пиратство Лукашенко по отношению к международному самолету, который летел над их киснем воздушным пространством. И где такая же самая реакция сейчас во всем мире к тому, что заявила Россия, что она будет уничтожать корабли, любые корабли, которые будут идти в международных водах. И причем они, еще непонятно, они идут в Украину или они идут в Констанцию, например. Или они идут в Дунай, где дальше идут по Дунаю в Европу. Они же останавливать не собираются. А фактически заход в Дунай это как раз заход в наши территориальные воды. То есть они объявили миру такую войну. И теперь они удивляются, почему их суда не обслуживаются в портах мира. Почему они не могут нормальную страховку получить. Почему к ним относятся как к изгоям. И они еще после этого будут шантажировать мир, что дайте нам возможность какое-то там свое зерно продавать. Ну продавайте. Я бы вообще закрыл Босфор по всем кораблям Российской Федерации. Я считаю очень правильное решение нашего министерства обороны. И объявить, что все корабли, которые будут идти теперь под иностранными флагами в российские порта, в Черном море, объявляются нашими законными целями. Потому что мы не знаем, а вдруг они оружие везут. Откуда, кто это может подтвердить или опровергнуть. Поэтому пускай все знают, что у нас есть возможность топить корабли в территориальных водах Российской Федерации. И не только ракетами, но и другими средствами. Кстати, Виктор Николаевич, эту тему сегодня отдельно будем обсуждать, что происходит как раз и в морских просторах. Да, да. Отдельно про то, как Россия превращает теперь Черное море в полигон. И о последствиях этого мы будем говорить. Но, как Лейла уже упоминала, Бахмут остается очень важной точкой на карте фронтов. И сегодня, конечно, не можем не вспомнить это направление. Для возвращения Бахмута под контроль Украины созданы все условия. Об этом заявил командующий сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в интервью в BBC. Однако, сколько по времени займет освобождение, он не уточнил. Важность Бахмута заключается в том, что через город проходит большинство логистических путей, по которым российская армия перебрасывает технику и подкрепление. К тому же, используя развитую сеть дорог, армия России имеет возможность наступать по меньшей мере в трех таких операционных направлениях. Через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть, это центр, где сходятся все пути. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями. Российские военные находятся в полуокружении, но этим просто нельзя не воспользоваться. Наш народ ждет от нас побед, разных побед, символических побед. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСО, генерал-полковник в интервью BBC. Ну, как видим, продолжает оккупант сопротивляться на этом направлении, на бахмутском направлении. Как вы считаете, Виктор Николаевич, после того, как они отступят, очевидно, что это может произойти, и это уже давно об этом идут разговоры. Может ли посыпаться фронт, грубо говоря? Ну, тяжело сказать, потому что там огромное количество войск сконцентрировано именно на бахмутском направлении. Поэтому я думаю, что логически было бы со стороны противника хотя бы подготовить какие-то позиции. Я думаю, что они там где-то есть за бахмутом, на какой-то там второй-третьей линии. Тем более, что они там уже стояли перед наступлением на бахмут, когда начиналась эта вся кампания. Поэтому я подозреваю, что если они будут отходить, то они будут на эти линии отходить. К сожалению, у них накоплено на том направлении огромное количество войск. Мы знаем про те цифры, которые озвучивались нашим командованием. Они, правда, сейчас пытаются отвлечь нас от наших наступательных действий своими контрнаступлениями на лиманском направлении, в Купенском направлении. И там действительно очень сложные сейчас идут бои. Враг накопил огромное количество техники и личного состава. Но думаю, что сама морально-психологическая ситуация в войсках складывается для них не очень положительную сторону. Потому что реально получается, сколько они положили там своих бойцов и в конце концов ничего не достигли. И бахмут сейчас стоит реально перед ситуацией, когда он может быть освобожден. Причем освобожден намного меньше кровью и намного более таким красивым методом. И скорее всего, что в ближайшее время им надо будет принимать это сложное для них решение. Или оставаться в бахмуте закрытыми и сделать еще одну близкую крепость в окружении. Или отходить, чтобы не получилась очень неприятная ситуация для них. Потому что реально сейчас огневой контроль над выездом из города уже под нашими бойцами. Поэтому я думаю, что скорее всего неделя-две и решение по бахмуту будет придет положительным для нас. Да, мы будем только за этим следить. И вот, как сказал генерал Сырский, бахмут полуокружения этим нельзя не воспользоваться. Так высказался генерал ВСУ Сырский об украинском наступлении. Как только будет официальная информация, действительно будем обсуждать. Потому что на самом деле продвижение сил обороны Украины, это мы прекрасно понимаем, что это заслуживает и уважения. И действительно, как сказал президент Украины, даже там, где мы замедляемся, это не означает, что мы не действуем. Мы таким образом сохраняем жизнь каждого бойца. Украина показала, как воевать в 21 веке. Так называется материал, который вышел в издании BBC. И это цитата Бена Олеса, министра обороны Великобритании. Он сказал, что Украина трагическим образом стала боевой лабораторией для испытания новых видов вооружения во время войны. И Британия пытается извлечь из этого уроки при определении будущего своих вооруженных сил. Поэтому Британия пересматривает оборонную политику и за войны. И вот 18 июля на сайте правительства Британии появился как раз финальный вариант концепции внешней оборонной политики Британия. Которая как раз, и как сказал министр обороны, именно война в Украине заставила Лондон полностью пересмотреть этот документ. Я просто процитирую сейчас, чтобы было понимание, о чем говорит Олес. То есть война в Украине внесла ясность мышления. Мы столкнулись с реальным и очень агрессивным противником, который нарушает все правила безопасности на европейском континенте, развязав войну на уничтожение другой страны. Вот такая вот история. Действительно, эту концепцию еще можно посмотреть, как она, исходя из войны России против Украины, как она меняется на протяжении последнего года. Это концепция как раз относительно Великобритании, но вот и Украина, и война России против Украины заставила пересматривать эти процессы. Мы об этом еще будем говорить. Там Олес далее говорит об артиллерии, о применении того или иного вида вооружения. Я бы хотела добавить, что украинские военные уже начали применять на фронте кассетные боеприпасы, предоставленные США. Об этом пишут журналисты американского издания Washington Post. Они ссылаются на неназванного украинского чиновника. Якобы он сообщил, что защитники Украины стали использовать эти кассетные снаряды на юго-востоке. По его словам, бойцы пытаются разбить хорошо укрепленные российские позиции, которые замедлили летние наступления украинских войск. Я, Виктор Николаевич, у вас прямо так и хочу спросить. Вот кассетные боеприпасы, насколько они позволяют, не люблю говорить там ускориться в вопросе наступления, но они, скажем так, облегчают все-таки путь силам обороны Украины? Ну, поймите, что мы до сих пор не можем выйти на паритет по артиллерии. К сожалению, количество боеприпасов у России очень огромное. Это не только те запасы, которые у них там были еще с резких времен. Они реально запустили свою оборонку. Работают 24 на 7. И боеприпасы у них идут некачественные, но в большом количестве, будем так говорить. Поэтому они берут количество, мы пытаемся к качеству. И когда мы сталкиваемся с ситуацией, что нам надо зачистить какую-то территорию, то понятное дело, что выстрел одного боеприпаса, кассетного, который дает где-то около 350 выстрелов и фактически накрывает площадь футбольное поле, таким образом зачищает ее от пехоты и уничтожает всю технику, которая находится на этой территории, ну или повреждает ее, то это намного эффективнее, чем 350 раз стрелять из артиллерийскими стволами по той же самой территории. То есть это просто сокращает нам и возможности, и увеличит наши оперативные возможности. Поэтому это очень эффективное оружие. Действительно надо только понимать, где его использовать, на каких местах и очень четко отрабатывать карты, потому что хотим мы этого или не хотим, часть боеприпасов даже в американских системах до 1-2% может не разорваться. А после победы нам надо будет это все зачищать, разминировать. Поэтому проблема и это тоже есть. И я так понимаю, что наше правительство, наши военные пообещали, что будут использовать эти боеприпасы исключительно в тех местах, где нет мирного населения, то есть это в полях, в лесах. То есть вот такие вот дела. Виктор Николаевич, еще успеем с вами обсудить одно направление, конкретно Беларусь. Много приходит дополнительных новостей, информации о том, как там располагаются и, скажем, обживаются наемники ЧВК «Вагнер». Как вы анализируете происходящее? Во-первых, заехали. Во-вторых, начали спорить с местными пограничниками. Они, очевидно, в своем праве остаются со своим уставом. Ваши оценки, Виктор Николаевич? Смотрите, я сегодня слушал интервью очень интересное одного израильского военного журналиста, который такую очень красивую параллель провел. Когда в свое время было принято решение о выдворении из некоторых стран палестинских боевиков вместе с лагерями беженцев, и они переселились в те или другие страны, в этих странах начались огромнейшие проблемы. Это и в Иордании, и в Ливане. Почему? Потому что там появилась сила, которая не подчинена местному правительству, сила вооруженная, сила неконтролируемая, и она начала играть в свою игру. Вплоть до того, что в Иордании, например, попытались свергнуть короля. То есть, ну, ситуация такая, но провел параллель. То есть, пребывание Вагнера в Беларуси, это в первую очередь проблема Лукашенко. Зачем он их туда позвал, не знаю. Хотел заработать еще каких-то там баллов перед Путиным. Ну, заработал. То есть, сколько бы их там не было, это такой раздражающий фактор, и как для местного населения, так и для военных, для правоохранителей. Потому что это фактически пираты, которые никому, кроме своему, не знаю, там, атамана, не подчиняются. И они живут за своими законами, которые, ну, точно не совпадают с какими-то законами цивилизованного общества. Поэтому конфликты будут, поэтому будут грабежи, поэтому будут нападения на какие-то там магазины, там, жилые дома, людей. И я думаю, что будет издевательство местным населением, будут конфликты с военными. Хотят они это или не хотят, это природа этого формирования. Они именно так себя вели даже на территории не только, не то что там Луганской, Донецкой оккупированных территорий, а и даже на территории России, в Краснодарском крае, где они постоянно конфликтовали с местным руководством. То есть это такое вот, ну, такое бандформирование, которое красиво попытались романтизировать перед российским населением. На самом деле это просто обыкновенные бандиты, которых надо, чем быстрее. Россия избавилась, теперь проблема в Беларуси. То, что они не представляют собой пока что угрозы для Украины, это однозначно. Они не имеют того вооружения, которое могло бы использоваться. Их в десятки раз меньше, той группировки, которая могла бы быть использована для наступления на Украину. Вся проблема, которую они могут нам создать, это диверсионные группы, которые просто будут, ну, для того, чтобы не расслабляться там и держать себя в тонусе, пытаться заходить на нашу территорию, возможно, на территорию Польши, Литвы. Но я думаю, что мы к этому тоже готовы, потому что не было информации и от Литвы, и от Польши. Там усиление границы. С нашей стороны вообще идет фронт, заминированная территория. Поэтому думаю, что простой прогулки в нашу сторону им точно не получится провести. Спасибо, Виктор Николаевич. Благодарим вас за ваш анализ. Виктор Ягун, военный и общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины и зам председателя службы в 2014-2015 годах, а ныне директор агентства реформирования сектора безопасности. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram. Только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании. Субтитры создавал DimaTorzok